Радио Болтком То, что происходит за сценой Вот это закулись То, что там происходит Боже мой Все это в программе Культурная среда с Еленой Приваловой На Радио Болтком Ходите на концерты классической музыки Добрый день, дорогие друзья Слушаю заставку Каждый раз уже хочется даже исправить Ну, как ходить на концерты классической музыки Раньше это было в норме Мы ходили каждый день Играли каждый день А теперь, к счастью, хотя бы осталась Онлайн-жизнь и наша замечательная онлайн-передача А сегодня у нас в гостях На мой взгляд, очень интересная личность Физик, математик, музыковед Хотя, наверное, к музыковедам Алексей Насрединов себя не очень перечисляет Но, тем не менее, очень много книг Написано именно о музыке Здравствуйте, Алексей Здравствуйте Здравствуйте, Елена Здравствуйте, радиослушатели Можно ли вас называть музыковедом? Потому что везде вы пишете, что музыкант Увлекаетесь музыкой Но в аннотациях к вашим книгам Я иногда увидела, что вас всё-таки называют музыковедом Как вы относитесь? В принципе, это же... К вам можно отнести именно музыковед? Ну, это же бирки, ярлычки Это же не мои ярлычки Пусть кто хочет, тот вешает на меня любые ярлычки Ярлычок, музыковед, ничем не хуже другого ярлычка Это всё абстракция Да, абстракция Физика, математика и музыка Всё сплелось воедино Вы родились в Свердловске И учились в музыкальной школе Да Сразу началось... То есть музыкой, можно сказать Началось увлечение сразу Или по воле родителей Или по вашей воле А физика Понятно... Это в каком классе мы начинаем учить физику? Я совершенно даже уже не помню Я тоже не помню По-моему, в пятом советское время Начинали изучать Но здесь всё очень просто Мой папа Адиб Сарегинов Он всю жизнь преподавал В начале математики Потом ещё что-то И ещё он турист И нас постоянно таскал в походы Во всякие И нам объяснял Как всё устроено Почему растут деревья Почему растения растут Почему течёт река Почему она замерзает То есть по сути Он нам рассказывал о природе А изучение природы Это естественно научные дисциплины Это физика, химия, биология Ну и так далее Ну вот можно сказать Что папа привил Интерес к изучению природы А физика Основная наука В изучении природы Ну вот примерно так Сейчас своим детям Вы также рассказываете? Да Ну у меня есть Два сына Один маленький И второй совсем маленький Старшему маленькому 33 года Он живёт в Лондоне Уже давно Отдельно от меня А младшему маленькому Ему 8 лет Да Мы с ним люди По Он любознательный мальчишка Тоже спрашивает меня Почему, 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 почему Вот мы беседуем Можно это назвать физикой, конечно Если хочется Или биологией Но это не важно Это природа Природа самое интересное, что есть Почему вы решили потом Окончив Поучившись в Свердловске Поехать в Москву? Всё просто Я не хотел, чтобы меня забрали в армию Это был 1984 год Тогда всех забирали в армию И только некоторые вузы Давали отсрочку от армии Вот из тех вузов, которые мне понравились Это был Московский физико-технический институт МФТИФ из тех Вот я туда и поступил Но, соответственно, уехал в Москву и Свердловск Но больше вообще никаких идей не было Но МФТИФ из тех Это приличный институт, хороший И по окончании вы стали там сразу читать лекции? Или не сразу вас пригласили? По окончании института я поступил в аспирантуру В ней учился Но это был 90-й год И в то время я жил в общежитии с женой И у меня был ребёнок, которому было два года И просто нужно было кушать что-то И я пошёл в условную коммерческую структуру Какие там лекции? За лекции деньги не платили в то время Даже за работу не платили Я занимался военной физикой в то время И военную физику просто порубили на куски Ничего не осталось Я условной коммерцией занимался Хотя я ничего не умею ни продавать, ни покупать Но какие-то деньги зарабатывал А, ну вот работал промышленным альпинистом Герметизация швов здания герметиком Швы здания Стёкла мыл с альпинистским снаряжением на высотках Ну и так далее Вот за это платили деньги Да, но я занимался с детьми бесплатно Из интерната в основном Это 18-й интернат МГУ Сейчас, по-моему, Калмогорова Ещё какие-то физмашки Я с ними занимался, с этими, но бесплатно Вряд ли этому Ну просто мне было жалко этих детей Просто погибли, если с ними не заниматься Ну вот я с ними занимался Понимаюсь В это же время вы начали писать книги? Нет, я начал Ну Знаете, у нас какая-то не очень хорошая связь Я думаю, может быть, мы попробуем ещё раз вам позвонить Потому что постоянно булькает звук И я думаю, можно попробовать ещё раз Возможно, уже связь будет получше Дорогие друзья, у нас в гостях Физик, математик, музыковед Алексей Насрединов Родился он в Свердловске Затем окончил Московский физико-технический институт И преподавал, читал лекции в этом же институте И в Московской государственной консерватории И на протяжении всей своей жизни Занимается как раз изучением физики и музыки Алексей, как сейчас слышно? Сейчас отлично слышно И мы вас прекрасно слышим Без помех Я рассказывала о том, что Немного краткой биографии вас Вашу ещё раз для наших слушателей Расскажите, когда произошёл этот Синтез физики и музыки? Когда вы стали Сливать В хорошем смысле То есть совмещать На мой взгляд С одной стороны абсолютно разные Дисциплины А с другой стороны Как говорят, что И математика – это гармония сфер И музыка – это гармония Это та же самая математика Ну это Пифагор Собственно, на что вы ссылаетесь Это воззрение Пифагора Он считал, что Музыка, математика Суть единая Отражение гармонии мира В той или иной плоскости Гармония сфер Пифагор – один из величайших учёных Ну собственно основатель Европейской музыки И во многом основатель Европейской математики Это величайший человек Сейчас вы процитировали Пифагором Нельзя сказать, что был какой-то момент Когда мне пришло в голову Это соединить Я был очень вредным ребёнком Я думаю, что доставлял очень много хлопот Преподавателям Я задавал неудобный вопрос Ну например, учительнице музыки Я задавал вопрос Почему в пределах октавы В гамме 12 нот Почему не 13, не 15 Не 6 Никто не мог ответить на этот вопрос Ну вы знаете, как настраивается Рояль, допустим Ну или пианино Да? Там раньше по камертону 440 герц Ля первая октава И дальше используется Так называемая октава Квинтовый круг То есть от ноты ля Настраивается другая нота ля Дальше по квинте Вверх Это будет нота ми И настройщик настраивал абсолютно Точно Абсолютно чисто Настраивал Как нас учил Пифагор Абсолютный консонансный интервал Квинта Ля ми А дальше Настройщик делал вот такое движение Бинц На себя чуть-чуть И расстраивал квинту Я ему говорил Дядька, ты что делаешь? Сволочь такая Перестань Было же хорошо А ты сделал плохо Он говорит, мальчик, иди отсюда Иначе пианино настроить нельзя Мне это было непонятно Это, во-первых, меня раздражало По сенсорному восприятию По слухам Что мне это не нравилось Возникали биения И потом я не понимал Почему нельзя настроить пианино Если его не настраивать По чистым квинтам Или по чистым квартам Я не мог сформулировать этот вопрос Правильным образом Но меня это очень сильно раздражало Еще Мне было непонятно Как устроено ухо человека То, что было написано В учебнике биологии Это полная чушь Ну просто это Ну просто это неверно Я не знал, как верно Но я понимал, что то, что написано Это совершенно неверно И вот такие вот занозы Вопросы, на которые я не мог ответить Они у меня с детства остались И за что я благодарен своим учителям Что они у меня не убили мотивацию Не убили любопытство Вот, которое есть у всех детей Оно у меня сохранилось Как и любовь к музыке Сохранилось И потом я уже закончил Московский физико-технический институт Более-менее прилично изучил Физику Математику Параллельно я не переставал заниматься музыкой И да И что такое музыкальный слух Вот Кто-то говорил У тебя хороший музыкальный слух А у тебя плохой музыкальный слух Я спрашивал этих людей Окей, вы говорите, что что-то хорошее Что-то плохое А что такое музыкальный слух Никто не мог ответить И, собственно, когда Я прочитал очень много всяких книжек И когда я понял, что ни в одной книжке Не написано, что такое музыкальный слух В том числе и в прекрасной книжке Майкопара, которая еще до революции была издана Которая так и называется Музыкальный слух Прекрасная книжка Когда я понял, что нигде это не написано Я решил написать свою книжку Ну, собственно, я ее и написал Это анатомия музыки, да? Физика и анатомия музыки Это наиболее популярная книжка На эту тему для взрослых Можете рассказать нашим слушателям Что такое музыкальный слух? Музыкальный слух? Конечно Конечно, это очень просто Никакого музыкального слуха не существует вообще Существует просто слух Человек Просто обычный слух Слух человека И слуховая система человека И вот внешнее ухо Среднее ухо, внутреннее ухо Зоны головного мозга Которая отвечает за восприятие Зона верники Зона брака, которая отвечает за речь Они все развивались тогда Эволюционно Когда музыки вообще не было Ну, то есть была какая-то космическая музыка Гармония Но музыку никто не играл Вот Это Даже во времена Кроманьонцев Неандертальцев Денисовского человека Не исполняли музыку Не исполняли Соответственно Наша слуховая система Была развита Не для восприятия музыки А для Реагирования на опасность И Больше всего Что соответствует музыке Это Речь Вторая сигнальная система Соответственно Это Развивалась зона верники Вот здесь она у меня расположена В левой височной доле И зона брака Вот она здесь Соответственно Сейчас Различают Да И лучше всего У нас развиты Так называемый Фономатический слух Это слух Направлен на то Чтобы различать Фонемы языка Первичные структуры Вот то что я говорю А О У И Эти звуки Отличаются Как по высоте Так по громкости И самое главное По тембру Соответственно Лучше всего У людей Развит Так называемый Тембральный Интенционный слух Тембр звука Это то Чем отличается звук Допустим Скрипки От звука Рояля Или органа Пловесина Мы сразу определяем Что это разные звуки При одной и той же высоте Второй звук Второй вид слуха Который Развит И нам важен Это Относительный слух Когда Когда Относится Два звука Между собой По высоте Есть Встречается Так называемый Абсолютный слух Это Ну Либо звуковысотный слух Когда человек Сразу знает Какую ноту Мы играем Здесь Есть нюанс У нас В гамме Сейчас 12 нот И у нас Идет Автоматическая Привязка Ну У меня Допустим Абсолютный слух Идет Автоматическая Привязка К ноте То есть Когда я слушаю Какой-то звук Я знаю Какая-то нота Я не думаю Я просто Сразу знаю Время реакции 0,1 секунда Вторичный Абсолютный слух Который Воспитывается Можно воспитать Время реакции Около Трех секунд Есть еще Гармонический Слух Когда мы Чувствуем Гармонию Есть чувство Ритма Есть архитектонический Слух Есть Цветной Слух Много Разных Видов Слуха Это Эти все Все это Объединяется Как правило Людьми Которые Не находятся В теме Говорят У него Хороший Слух Но так Не бывает Вот Известный Музыкант Я думаю Многим Нашим Радиослушателем И Гуди Минухин Который Играл Сервишен Каром Допустим Раги Он Говорил Что у него Очень Мелодический Гармонический Гармонический Слух Он Когда учился Получал Двойки По Экзаменам По Гармонии Вот Вот У меня То же Самое У меня Абсолют Хороший Относительный Слух Хороший Тембральный Слух Чувство Ритма Очень Плохое Архитектонический Слух Тоже Хороший Вот Это все Разные Виды Способности И все Это Объединяется Таким Вот Термином Как Музыкальный Слух Нет Такого Понятия Музыкальный Слух Есть Просто Способность Как Интересно Дорогие Друзья У нас В гостях Физик Математик Музыковед Алексей Насрединов Мы Прервемся На Небольшую Рекламную Паузу Не Отключайтесь Радио Редактор субтитров С городом Радио Болтком И продолжаем Нашу передачу Культурная Среда В гостях У нас Алексей Насрединов Алексей Вы так Интересно Рассказываете Сейчас О музыкальном Слухе Мне Вопрос У меня Так называемый Абсолютный Слух Я Прекрасно Слышу Как раз Фортепиано Но Все струнные Инструменты Но Как раз На том же Фортепиано Все что Ниже Малой Октавы Я уже Не так Четко Воспринимаю Звуковысотность И самое главное Я почти Не могу Определить Высоту Нот Когда Поют Певцы С чем Вот это Связано Ох Сложные Вопросы Вы мне Задаете Вопрос Хороший Но Ответ На него Сложный Понимаете Вот я Не могу Понять У нас Это Застыл Интернет Или Система Ваша Картинка Застыла Да Да Видимо Сейчас Вроде бы Работает Вот я Вам Задала Это Тот Самый Неудобный Вопрос Да Видимо Все Все Грубо говоря По Дарвину Ну условно Происходило Те кто не мог Приспособиться К окружающей среде Те погибали Их либо Съедали Волки Медведи Либо они От голода умирали Что для этого Нужно Нужно быстро Реагировать И тратить Минимум Энергии На это То есть Соотношение Время Реакции И затрачиваемой Энергии У нас и так Головной мозг Тратит 25-30 Процентов Энергии Которые Вообще Потребляет Человек И Слуховая Система В том числе Устроена Так же Чтобы Реагировать Очень быстро Время Реакции Слуха 0,1 Миллисекунды На звук Это Максимальная Скорость Которая Может быть Из-за Того Что Вот Так Устроена Наша Слуховая Система Механические Рецепторы Там Есть Внутренние Волосковые Клетки В отличие Кстати от Зрения Там Время Реакции 0,1 Секунды Но Как вы Понимаете В тысячу Раз Меньше В тысячу Раз Больше Поэтому Мы можем Смотреть Кино 25 кадров В секунду Сменяется Да Мы видим Это Как Картинка Как Единая Картинка Которая Меняется Вот Если бы Мы Так же Слушали Музыку Это Было бы Ужасно Если бы У нас Была бы Такая же Скорость Реакции Было бы Просто Ну что-то Сливалось Так вот Чтобы Экономить Энергию Эволюционно У нас Во внутреннем Мухе В Улитке В корте Органе Формируется Всего Лишь Два Десятка Так Называемых Frequency Bands По-английски Частотные Полосы Либо Критические Полосы В рамках Этих Полос Интегрируются Звуки И Определяется Средняя Высота Средняя Высота Тех Звуков Которые Туда Входят Если Звук Продолжительный Мы С очень Большой Точностью Можем Работать Но Количество Вот этих Нервных Клеток Которые Ответственны За Распознавание Нижних Частот Ниже Средних Их Мало И Поэтому Ширина Frequency Bands Или Критической Полосы На Базилярной Мембране Кортиевые Органы Извините Я употребляю Биологические Термины И Нейрофизиологические Они Очень Широкая Полоса Поэтому Если Еще Быстро Сменяющиеся Звуки То Мы Просто Физически Нам Очень Сложно Определить Высоту Этой Ноты Этих Нот Если У меня Тоже Абсолютные Слухи Если В среднем Диапазоне Рояля Когда Играет Допустим Малую Большую Секунду Я просто Знаю Что Это Ре Радиез Я говорю Да Это Малая Секунда А Когда В нижнем Диапазоне Рояля Я не Могу Определить Я не Могу Определить И Здесь Возникает Противоречие У Кого Нет Абсолютного Слуха А Хороша Развит Относительный Слух Они По Биениям Как правило Определяют Биения Между Нотами Между Звуками Ре Радиез Допустим Биение Ну сколько-то Раз в секунду Там допустим Четыре раза В секунду Или там Пять раз В секунду А я Привык Определять Так же Как и вы По Собственным Названиям Нот А я их Не понимаю В нижнем Диапазоне Рояля Я не Могу Определить Потому Что Не Не может Там точно Определить Эволюционно Это понятно Почему так Происходило Потому что Наши уши Приспособлены Для восприятия Либо звуков Природы Либо Речь Человека Второй Сигнальной Системы Речь Человека Это от 100 Гц Где-то До Тысячи Полутора Тысячи Гц Все Вот здесь У нас Максимальная Чувствительность Слуха Это соответствует Среднему Диапазон Рояля Соответственно Это Первая Акта Рояля Да У меня Еще Такой вопрос Возник Да Немножечко Связь у нас Теряется К сожалению Дорогие друзья У нас в гостях Физик Математик Музыковед Алексей Насрединов И мы Сейчас Говорим О музыкальном Слухе Алексей Когда я училась На музыкально-теоретическом факультете В Московской консерватории У нас были некоторые ребята Которые Не только Слышали Могли определить ноты Музыкальных инструментов Но Также И Слышали высоту У шумов И Какая вот эта особенность То есть Услышать высоту То есть Я как бы могу потом пропеть И узнать Но у меня Это занимает Достаточно Подложительное время А вот Некоторые ребята Действительно Они моментально Слышат Звук Шумит пылесос Они знают На какой ноте Шумит пылесос Я думаю Что это Я думаю Что это Ну Короткий Правильный ответ Такой Я не знаю Длинные Относительно длинные Непонятно Правильные Неправильные Такой Это не связано С устройством Нашего уха Потому что Уши у нас Примерно у всех Одинаковые Я имею в виду Не только ушные раковины В том числе И внутренние уши А дальше От слуховой системы Идут У нас уже Сигналы Которые передаются По нервам По нервным Клеткам По нервным волокнам И дальше Это у нас идет Уже не Слух А обработка Вот этих сигналов Обработка Я думаю Может быть нам еще раз Попробовать позвонить Потому что Когда мы до этого Созванивались Было лучше Алексей Мы сейчас еще раз Позвоним Надеюсь Что будет Более удачная Связь К сожалению Такие Сегодня проделки С интернетом В гостях Нашей культурной среды Алексей Насрединов Автор многочисленных Научно-популярных книг И для взрослых И детей Физикой И анатомия музыки Буравчик В Греции И множество других Произведений Алексей Как сейчас слышно? Сейчас Да Но все равно Что-то вот Какие-то проделки Я Попробуем еще раз Что-то ничего не получается У нас Я пока расскажу Какие книги Написал Алексей Насрединов Это Российский Физик Математик Который Сейчас живет В Риге Это Физика И анатомия Музыки Буравчик На звуковых Волнах Что мы Слышим Как это Что мы Слышим И как это Звучит Буравчик В Греции Путешествия В историю Человечества Вуайризм И боевые Лазеры Абсолютно И так же Музыкальная Математика Древних Поиск Гармонии Будем надеяться Что связь Все-таки Нам позволит Продолжить Разговор Алексей Рассказывал О ваших Многочисленных Книгах Для взрослых И для детей Когда пришла Идея Начать писать Научно-популярную Литературу Детям И вы являлись Как раз Организатором И идейным Вдохновителем Серии Буравчик Да Я ее Придумал Вместе С Редакцией Раньше Она была Вагриус Потом Баслен Она стала Мы вместе Придумали Эту серию Буравчик Вначале Они издали Книжки Для взрослых А потом После Моих Встреч Не только С Взрослыми А и С детьми Тоже Они Ребята Которые Издавали Мои книжки Сказали А давай Сделаем Серию Научно-популярных Книг Для 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 Детей Вот Я придумал Такого Персонажа Назвал Его Буравчик Ну Но это Что-то Такое С одной Стороны Милое Скажем Так Как бы Ведливое Вкручивается Вот И Книги Я решил Построить По такому Принципу Что Просто Есть Мальчик У него Есть Подружка Басленко Он Очень Любопытный Достает Родителей Вопросами Всякими Учителей Родители Не могут Ответить На эти Вопросы Либо Не хотят Учителя Тоже Заняты Поэтому Он Пишет Письма Либо Обращается С этими Вопросами К Некоторому Писателю Вот И писатель Ему Отвечает И В первой Книге Мы Вопросы Брали Реальные То есть Мы Опросили Детей В двух Московских Школах Возраста Соответственно 8-10 лет И На Чукотке В школе Интерната И задавали Просили Их Задавать Вопросы Которые Имеют Отношение К музыке И К физике Любые Вопросы И Мы Эти Вопросы Не Корректировали И Никак Не Не Делали Мы Оставляли Вопросы В том Виде Как И Задавали Вопросы Ну Например Вопрос Почему Шмель Жужит А комар Пищит Вот Такой Был Вопрос И Почему Что И Почему У нас Времени Не хватит Но Мои Книжки Продаются Где-то Почему Индейская Музыка Такая Занудная По-моему Такой Был Вопрос Эти Это Замечательный Вопрос Либо Как Рождается Музыка В голове У композитора Это Реальные Детские Вопросы Мы Их Не Корректировали Это Самые Сложные Вопросы Детские Вопросы И Самая Большая Глупость Которую Может Совершить Человек Родители Либо Учитель Который Скажет Что за Дурацкие Вопросы Ты Задаешь Читай Параграф Номер 7 Это Убивает Это Убивает Любознательность Детей Убивает Мотивацию Это Самое Худшее Что Может Просто Нужно Пытаться Ответить На эти Вопросы Хорошие Ученые Научные Работники Они Очень Любят Вопросы Детей И Студентов Потому Что Они Эти Люди Дети Особенно Они Смотрят Совершенно С Других Сторон С Другой Точки Зрения И Это Может Дать Импульс Развить Взрослому Человеку Учителю Профессору Еще Кому Это Очень Хорошо Вот Так Примерно Это И Я Увлекся Другими Проектами И Дальше Уже За Меня Ну То есть Не за Меня Дальше Уже Писали Другими То есть У вас Две Таких Книги Про Буравчика Нет Про Буравчика Там Я даже Не знаю Сколько Книг Сейчас Книг 15 Что ли Вот Вот Первая Моя Книга Она Была Даже Отмечена Какими Там Призами Что Там Лучшая Книга Что ли Что-то Какого Я не знаю Не помню А потом Уже Писали Люди Другие Вот Первые Дниги Мои А потом Я Ну Поступил Нехорошо По отношению К издательству Они долго Ругались Вот Ну Нашли Других Ребят Там Уже Не по Музыке Там Как Строить Дом Допустим Очень Кстати Интересно Вот Потом Я Ввел Там Персонажей Разных И Дальше Они Там Начали Вдруг Жениться Вот Какие-то Там У них Влюбленности Возникали Какие-то Интриги Но Это Уже Все Это Уже Все Не Я Вот Я Просто Родил Этих Персонажей А дальше Они Уже Начали Жить Совершенно Своей Жизнью И Просто Удивительной Вот Вдруг Если У вас Не Только Два Ребенка Там Они Чувствуются Наплодили Там Страшное Количество Я Имела Ввиду Два Два Ваших Сына Но Помимо Этого Еще И Две Книги Про Именно Вашего Авторства Про Буравчик Вы Переехали В Ригу И Стали Здесь Тоже Вести Лекции Притом Начиная Детей С 5 Лет И До Бесконечности Какие У вас Лекции О чем Вы Читаете О чем Вы Рассказываете Лекционные Вот В Политехническом Музее Например Когда Выступал Тема была Выступление Анатомия Музыкального Слуха Там Было По-моему Человек 700 Вот Огромный Зал Это Где Вознесенский Акуджа Выступал На Лубянке Этот Зал До того Как его Закрыли На Реконструкцию Он Был Весь Забит Но Вы Можете себе Представить Насколько Разносортная Аудитория Там Сидели И Музыканты И Звукорежиссеры И Медики Биологи Физики Там Кого только Не было Кстати Там Выступал Прекрасный Прекрасный Ансамбль Филипп Нодель Его руководитель Может быть Вы его знаете Да конечно Порочная музыка Из Московской Консерватории Замечательный Человек И он И его группа Пратум Интегрум Да Его ансамбль У него Там Несколько Дух ветра По-французски По-моему Лесприт Дюна По-моему Вот так Я могу ошибаться И Московиты Там Разные У него Коллективы Они играли На Барочных Инструментах Барочный Гобой Ну И так Далее Играла Девушка Ну Известную Прелюдию Баха На Рояле И на клавесине На рояле Соответственно Это 12-й нотный Равномерно Темперированный Строй А на клавесине Это Барочный Строй Во-первых Там Не 440 Герц Ужили А 415 И потом Там Чистые Терсы Есть Чистые Большие Терсы Но Этот Строй Он Не очень Подходит Для Транспонирования В одной Тональности Это звучит Чисто А в другой Тональности Это будет звучать Грязно Диссонанс Ну Не существует Абсолютных Вещей Вот Но Люди Слушали Барочную Музыку Ренессанса Там Того же Баха Жан-Филипп Ромо Телеман Это Прекрасно И В разных Музыкальных Строях Мы Говорили О чистых Консонансах И Диссонансах И Люди Могли Почувствовать Например Как Игрались Произведения Баха Иоганна Себастьяна Я имею ввиду В то время На тех Инструментах Для которых Он писал Ну На клавесине Допустим Там Это Струнощипковый Инструмент Там Невозможно Можно Делать Крещендо Диминуэндо То есть И Оставлять Звук Соответственно Другим Другими Музыкальными Приемами Пользуется Сейчас Управление Временем То есть Вот Когда ты Что-то играешь А потом Делаешь Мини паузу Микро паузу Перед тем Как Разрешить Допустим Какой-то Интервал Или еще Что-то И У нас Возникает Ожидание Ожидание И вот Микро пауза И вот это Создает Примерно Тот же Эффект Как Крещендо Мы делаем Ну Я думаю Вы как Музыкант Это очень Хорошо Знаете Управление Временем Это Очень Интересно И Ну И в качестве Разрядки Потому что Лекция Была Два с половиной Часа Люди Могли Просто Сдохнуть Вот Наплывая А В Риге Я Не то Чтобы читал Лекции Это Скорее Такая Я люблю Возиться Это что-то Типа Семинаров Только Без Четкого Разграничения Ну Дистанция Между Преподавателем И слушателями Она Очень Маленькая Либо Ее Нет Ну Вот Курс Логика Я читал Просто Логика Для детей Вначале Очно Потом Когда Ковид У нас Начался Тогда Заочно Про Пифагора Я встречался С С Детьми Со взрослыми По поводу Психоакустики То есть То Как мы Воспринимаем Звуки И музыку Мы Как люди Это В основном Биология Биология Нейрофизиология Сложная Я Сразу Писал Чтобы Ребята Которые Плохо Знают Физику Биологию Не Приходили Но Иначе Я Не Хотел Снижать Планку Грубо Говоря На Таком Языке Не Точно Говорить Я Хотел Говорить На Точном Языке А Точный Язык Язык Науки Физики Биологии Это Хороший Язык Но Его Немного Понимают Вот Сейчас Я Занимаюсь С детьми Музыкальная Акустика Дети 12 15 лет Уже Второй Курс Идет У нас Дети Очень Довольны Мне тоже Нравится Ну Вот Примерно Так Ну Кстати Записаться К Алексею На середину Мне кажется Можно Через Фейсбук Добавив Друзья И узнать о том Какие лекции Предполагаются Сейчас Наверное Даже еще проще Потому что Все лекции Проводятся Онлайн Через Зум И Самые разные Направления Не только Музыкальная Акустика Также есть И занятия По физике По математике Ну вот Когда вы сказали О том Что требуется Точная терминология Знания Терминология Биология Физики А вот В музыке Как раз Это всегда Опускается И не нужно знать Языка Для того Чтобы играть Не нужно знать То есть нужно иметь Только уши И наверное Это один из языков Который Международный Который Все Всегда Понимают Прекрасный Язык Я сам С большим Удовольствием Играю На музыкальных Инструментах И Когда Ну Собственно Когда я не мог Найти ответы На вопросы О музыкальных Строях Неравномерно Темперированных А допустим О музыке Индии Китая Японии Куда мне Идти было Я пошел В московскую Консерваторию К Каратыгины И Начал Встречаться И общаться С музыкантами Которые Непосредственно Играют На этих Инструментах И Ну вы понимаете Там Китайская Музыка Или Индийская Очень многие Связывают Это с Эзотерикой С какой-то Там Чакры Там Седьмая Раскрывается Или Энергия Цик Начнет Циркулировать Ну Вот такие вещи Я категорически Не перевариваю Вот это вот Все Ну совсем Никак А как же Я мог общаться С этими Людьми Вот я К ним подхожу Говорю Давайте Побеседуем Об Индийской Музыке Ну Глупость С чего Ему Со мной Беседовать А когда мы Начинаем Музыцировать Вместе Сразу Вот этот Вот Вопрос А что я к тебе Пришел Они снимаются Потому что Он музыкант Я музыкант Мы говорим На одном языке И все Дальше мы Дружим Да и дорогие друзья На этом Одном языке Могут общаться Все Пока сейчас Пандемия Слушайте Классическую музыку Не отчаивайтесь Будем надеяться Что все будет хорошо А в гостях У нас сегодня Был замечательный Рассказчик Алексей Насрединов Благодарю вас Что уделили нам Время До новых встреч Вам спасибо До свидания Дорогие радиослушатели До свидания Елена Всего хорошего Пока Пока